Всем здравствуйте! Я, конечно, соболезную нашему народу, потому что Сергей Булсынага был первым оппозиционером, который вообще проложил эту дорогу. Но я хотела бы сказать насчет текущей ситуации. Он был одной из элит этого государства, и посмотрите, нам не дали нормально даже попрощаться. И это, как всегда, показывает, какая наша узколобая власть. И даже в такие моменты они не хотят и не будут оставаться людьми. Я общалась с Сергей Булсынагой, с Алдом Жаровым. Они мне много чего советовали, помогали. Я хочу сказать, что, конечно, это большая утрата. И мы будем, конечно, много чему делать то, что он нам наказал. И я еще хотела добавить. Он всегда не уставал повторять, что была большая его ошибка, когда Верховный Совет распустился и пришел к власти Назарбаев. Про эту ошибку свою он никогда не забывал. И во всех книгах это он тоже писал. Какой он? Какой он? Это серп? Мы все. Мы все. Мы все. Мы все. Мы все. Мы все. обе окинулись и отдохнули. Мы все. Мы же opposились. Мы все. Мы все. Мы все. Мы все panelists... Мы все. Я до этом. его в интернете, если бы такие люди, как он, если бы мы в свое время смогли его поддержать, страна была бы совсем другой. Такие люди рождаются один раз в сто лет. Никогда не забудем, будем помнить. Мы скорбим о кончении нашего человека, который с большой буквы человека, который сегодня погиб, умер. Мы скорбим, что хотелось бы сказать, что мы жалеем о том, что мы его в свое время не поддержали, но так или иначе, лучше поздно, чем никогда. Сейчас мы объединились, собрались. Хотелось бы сказать, что Казахстан был той страной, которую хотел Сергей Болсон обдинить, а именно демократической, развитой, парламентской, светским, чтобы в нашем стране все понимали, что такое Казахстан, ценили это, да. Хотелось бы добиться этого, поэтому давайте сделаем так, чтобы наш Казахстан был процветающим демократическим государством. Спасибо. Спасибо.